17 мая в Волховском филиале РГПУ имени Герцена состоялась встреча представителей отдела по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района, активных волонтеров Волхова со студентами учебного заведения. Цель этой встречи – вовлечение студентов в добровольческую сферу. Вообще мы работаем со всеми образовательными организациями. Сегодня приехали как раз таки в РГПУ имени Герцена, чтобы рассказать ребятам о своей деятельности, чем мы вообще занимаемся, что мы можем предложить для них. И чем они могут помочь нам. А вообще студенты у нас активные волны? Да, очень. Очень много активных студентов на все мероприятия ходят. Вот недавно была Корюшка, мы собрали там порядка 40 волонтеров. До этого из крупных проектов был Поезд Победы, на который собрали 70 волонтеров, среди которых были и студенты. То есть, когда появляется необходимость, кидаем клич, и ребята приходят, помогают. По целям задачи мы хотим создать молодежный актив, который сможет самостоятельно организовывать свои мероприятия, то есть создавать какие-то идеи, они соберутся вместе, обдумают, что они хотят, придут к нам, расскажут это, а мы поможем им реализовать. Вы знаете, что есть порядка 10 направлений волонтерства. Есть волонтеры-спасатели, это которые ребята помогают, например, в поисковых работах. Или ребята, которые ухаживают за животными в приютах. Есть волонтеры, которые занимаются только спортом. И они отрабатывают на крупных чемпионатах, крупных первенствах и помогают спортсменам с мотивацией, помогают им уже на финишных прямых доплывать с хорошими результатами. Есть отдельное направление, это те, кто занимается событийками. Событийные волонтеры, это которые ребята отрабатывают на крупных мероприятиях, например, как гастрофестиваль «Корюшка идет». Ну а есть волонтеры-победы, это ребята, которые занимаются направлением именно патриотическим. Это и работа с ветеранами, это и работа с, в принципе, с пожилым населением. Например, акция «Бомбестик», когда в рамках ковида мы помогали взрослому населению оказываться дома в благоприятных условиях и помогали им приносить продукты. Поэтому огромное количество волонтерства. И если вы не видите себя в качестве организаторов мероприятия, это не значит, что там путь в молодежную политику, он закрывается. Абсолютно тысяча дверей, куда можно постучаться. Сегодня молодежная политика – это как, не знаю, как добровольчество. То есть та фишка, что многое здесь, почти все бесплатно. Мероприятия, обучение, получение грамот, мерча, поездки на всякие различные форумные компании, там, не знаю, от Калининграда до Архангельска, от Крыма до Москвы – все это совершенно бесплатно. От проживания до питания до, соответственно, дороги. И сегодня мы бы хотели еще раз вам напомнить про эти возможности, и чтобы вы нашли для себя что-то интересное. Активные волонтеры Волховского района рассказали ребятам о себе, как они стали волонтерами, поделились своим личным опытом в этой сфере. Также рассказали о том, в каких мероприятиях они участвуют, какие перспективы открываются перед молодежью, которая вовлечена в добровольческую деятельность. Моя волонтерская жизнь, скажем так, началась с мероприятий «Корышка идет». И такое большинство мероприятия, и с этого момента очень крупно моя жизнь поменялась, вообще в другую сторону там все перевернулось. И сейчас волонтерство для меня очень много значит. И сейчас я в основном работаю как медиаволонтер, то есть тоже вот снимаю мероприятия, делаю фотки, пишу посты в группу, то есть все занимаюсь тем, что мне нравится. И там после мастерства еще езжу в волонтерное мероприятие. Начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района Юлия Корсак пообещала ребятам, что такие встречи со студентами будут проходить чаще, с тем, чтобы работа стала более продуктивна. Юлия Александровна отметила, что ребята сюда приходят уже осознанные, осмысленные, поступают в высшее учебное заведение. И тем не менее, со студентами Герцена на сегодняшний день пока остается самый тяжелый контакт.